Благословенный Господь 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 прегрешение, Господь сказал, что то поколение, которое вышло из Египта, оно не войдет, а войдет новое поколение, которое родится уже в пустыне. И все этих 40 лет Маше учил народ Божий заповедям, которые регулировали жизнь еврейского народа. Первая глава этой книги так и называется Бамидбар в пустыне. В этой недельной главе она начинается с того, что Господь повелел исчислить колено Израиля от 20 лет и выше, которые способны воевать. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в Скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно. От 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. Господь повелел исчислить их по коленам, по семействам и избрать для себя служителей из каждого колена по одному человеку, который будет представлять это колено. Они названы по именам два раза. Первый раз они названы как помощники Моше при исчислении и второй раз как главы своего колена, когда будут вставать и передвигаться в случае войны. И если мы посмотрим на имена этих глав колен, вот как комментаторы отмечают особое внимание на это, то что по их именам видно, чем народ жил в Египте все это время, все этих 210 лет. Допустим, если возьмем имя Деуэль, то оно обозначает «знайте Бога». Эмешама – мой Бог услышал, Эмитсур – мой Бог скала, Цурешадам – моя скала всемогущий, Амешадай – мой народ надеется на всемогущего. Элиэзер – мой Бог помог, Бдацур – выручи скала. То есть говорится о том, что этот народ, он верил в Бога, находясь в рабстве и все время надеялся на то, что их Бог придет и спасет их, выведет из этого рабства. Это было уже второе исчисление народа в пустыне. Первое исчисление было перед построением Скинии, и это было уже второе исчисление. Исчисление это происходило по коленам. И Бог здесь обращает особое внимание на то, что, если, к примеру, возьмем колено Дана, там был один первенец, один сын. У колена Вениамина было десять сыновей. И вот когда они думали, что у Вениамина десять сыновей, что за этих 210 лет, которые они находились в пустыне, у него должно было быть больше людей, больше народа, способного воевать, больше мужчин, то оказалось наоборот, что Бог в силах благословить того, у которого один и произвести от него больше. Получилось так, что у Дана один сын, а мужей, способных воевать от 20 лет и выше, оказалось 62 700. А у Вениамина было десять сыновей. И мужей, способных воевать, оказалось после исчисления 35 400 тысяч. Это говорит о том, что не нужно превозноситься и надеяться на своими человеческим умом, надеяться на большее количество. И также комментаторы обращают внимание на то, что если ты имеешь богатство, имеешь большое имущество, то не надейся на него. А если у тебя нет ничего, то ты не огорчайся и не падай духом. Бог в силах тебя укрепить и дать тебе то, что тебе нужно. Ведь не в этом суть нашей жизни заключается. И почему Господь... А, и также каждое колено, оно имело свой флаг. И цвет флага был в зависимости от того, какой камень в нагруднике у первосвященника. К примеру, вот у Рувима рубин, флаг их был красный. У Симеона топаз, флаг их был зеленый. Господь их избрал, и Он им распределил каждому свои функции выполнения. Бог исчислил в начале всех, кроме колена левии, потому что колено левии Он определил для себя, для служения в храме, возле Скинии. И потом Он отдельно сказал, чтобы пересчитать мужчин в колене левии, начиная от одного месяца и выше. И потом сказал пересчитать первенцев у Израиля. И то, что произошло, получилась разница между мужчинами колено левия от месяца выше и первенцы у Израиля, они должны были заплатить выкуп за своих первенцев, потому что первенцы принадлежат Богу. Бог так устроил порядок израильского народа, чтобы они находились все по коленам, по семьям. Ведь когда люди в семье, они хорошо друг друга знают, и у них налажено отношение друг с другом. И легче ими управлять, и легче им вместе подниматься на всякое дело. И в случае, когда война, человек больше переживал за своего ближнего, он был ему намного ближе. Вот. И эти все события, весь народ, он был все время расположен вокруг Скинии. Но каждый имел свое предназначение в жизни и в служении. В наше время Бритха Даша все немножко получается по-другому. Господь открыл каждому доступ к Церкви, к Его престолу, каждому, который поверит в Ешуа и который примет по вере его жертву. Народ абсолютно разный, и Господь оставил нам, дал нам свои заповеди, свое учение, которые регулируют наши отношения в Церкви. Из-за того, что произошло смешение народа, из-за того, что было изгнание Божьего народа из Иерусалима, потеряли возможность отслеживать родословную, как это было изначально. Вот. И поэтому Господь не требует от нас, чтобы мы прослеживали свою родословную, для того, чтобы выбрать лидеров на служение. Вот. Но Рав Шаул, он наоборот говорит, что избегайте этого, потому что это приводит только к разногласиям, к спорам, но не к назиданию в вере, не к назиданию в Господе. Но Рав Шаул в первом послании к Тимофею. Он говорит в третьей главе, что верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Каждый человек, который находится в Церкви, он побуждаем Духом Святым на определенные дела. Каждому Бог определяет свое место. Но для того, чтобы мы, для того, чтобы служителя могли определять, либо действительно это побуждение Духа Святого и его желание от Господа служить, либо у человека какие-то другие абсолютно мотивы, то он говорит, что «но епископ должен быть непорочен одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет пещись о Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. И вот, что значит хорошо служившие? Много раз перечитывая Брит Хадаша Евангелие, мы можем заметить, что все притчи, все, что говорил Господь, Он говорил к тому, чтобы когда уже Он вознесется и даст нам Духа Святого, чтобы через вот эти притчи мы могли понимать, что же Он от нас хотел все-таки, чтобы мы могли правильно регулировать свою жизнь. И вот, что значит хорошо служил. 24 глава Евангелия от Матфея, 45 по 51 стих, Ишуа говорит, «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, который Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Если же раб, тот будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатова в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». И вот все, что можно добавить к этим словам, все четко, ясно и разумно сказано. И все, что можно сделать, это только принять эти слова по вере, положить их в свое сердце и собирать хорошо служа, собирать в себе высшую степень, приготовлять в себе высшую степень и великое дерзновение в вере Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь нас всех благословит в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok